По данным МВД, в прошлом году телефонные мошенники украли у россиян свыше 45 миллиардов рублей. И хотя в Тверской области рост подобных преступлений удалось приостановить, такие факты составляют почти 30% от числа всех зарегистрированных в регионе правонарушений. Как не стать жертвой обмана? Об этом в нашем следующем материале выпуска. По данным сотрудников полиции, сегодня самым распространенным видом телефонного мошенничества остаются звонки от мнимых сотрудников банков, сотрудников правоохранительных органов, в том числе ФСБ Следственного комитета прокуратуры. Именно такие звонки с использованием методов социальной инженерии наносят наибольший материальный ущерб. Как уберечь свои деньги в этом случае? Немедленно прервите разговор и сами позвоните в банк. А еще запомните, нельзя устанавливать на свои мобильники средства защиты программы удаленного доступа. Их использование открывает мошенникам доступ как к онлайн-приложениям банков, так и к личным кабинетам на сайте госуслуг. Второй распространенный метод обмана – торговля в интернете, где продавцы-покупатели безгранично доверяют тому, с кем общаются в сети. Надо воспринимать при таких покупках-продажах это общение как с незнакомцем, как с человеком, которого вы не знаете и с большой вероятностью потом можете не найти при каких-либо проблемах. Не пересылать никаких предоплат, не давать о себе никаких лишних персональных данных, не диктовать никаких лишних сведений из банковской карты, если вдруг вас просят там. Этого делать ни в коем случае нельзя. Третий по популярности способ обмана – предлагаемый вам дополнительный заработок в сети интернет. Очень осторожно надо к таким вещам относиться, понимать, что все вот эти торговые площадки, брокеры и тому подобное, это лицензируемый вид деятельности, они имеются сведения в интернете на общедоступных ресурсах. То есть не лениться искать, проверять того, кто вам звонит, что говорит, и очень, скажем так, критично относиться к получаемой информации. В этом году преступники стали чаще использовать старые, но набирающие обороты методы обмана. Звонки о якобы случившемся с близким человеком ДТП и выманивание денег под предлогом крупного выигрыша. Наряду с проверенными схемами обмана появляются новые, связанные с пандемией. Людям обещают продать сертификат, они платят деньги, но и, соответственно, ни денег, ни сертификаты не получают. И, опять же, в таких же случаях еще и персональные данные вытекают человеку в сеть, потому что он мошеннику предоставляет свои данные для вот этого сертификата. И где эти данные потом всплывут, никто не знает. И еще одно важное предостережение полицейских в связи с ростом преступлений с использованием чужих банковских карт. Еще раз убедительно просим граждан, никогда не пользуйтесь чужими банковскими картами. В случае обнаружения чужих банковской карты необходимо вернуть ее в банк, либо отдать в отдел полиции, потому как данное хищение является тяжким преступлением. Только в прошлом году за использование чужих банковских карт возбуждено более 300 уголовных дел. Сотрудники полиции отметили серьезное расширение следственной практики по расследованию преступлений с использованием IT-технологий. Огромное уголовное дело в производстве следственной части, где были установлены лица, звонившие от имени сотрудников банков, соответственно, использовавшие средства социальной инженерии. В данный момент уже 185 эпизодов преступной деятельности было собрано, документировано. Готовится проект обвинения для того, чтобы привлечь виновных к ответственности. Установлена сейчас вина уже 7 человек. Еще 3 человека, возможно, будут привлечены, уже также привлекаются по данному уголовному делу. Всего же в производстве следователей следственного управления региональной полиции находилось свыше 4000 уголовных дел о кражах и мошенничествах. Цифры впечатляют. Не менее впечатляет скорость развития новых технологий. А значит, распространение новых видов обмана. Правоохранители в этой гонке, несмотря на новые методы борьбы со злом и современные информационные базы, в силу ограниченности нормами закона, нередко оказываются в роли догоняющих. А потому вся надежда на каждого из нас. Не спешите выполнять рекомендации мошенников. Проверяйте и перепроверяйте каждую информацию. Не сообщайте преступникам персональные данные ваших банковских карт. Эти нехитрые методы защиты помогут вам отразить атаку тех, кто стремится вызвать в нас страх и панику.